Клиника Медицинского института Международного гуманитарного университета взяла под патронат Дом Милосердия Свято-Архангела Михайловского женского монастыря. С этой просьбой к Сергею Кивалову обратилась настоятельница монастыря Игумения Серафима. В Дом Милосердия почетный гражданин Одессы Одесской области приехал не с пустыми руками. Сотни многоразовых медицинских масок, изготовленных Высшим профтехучилищем сферы услуг Одесской юрокадемии, были переданы служителям храма. Это первая, но далеко не последняя партия средств индивидуальной защиты, которые получил женский монастырь. Подопечные Дома Милосердия также будут получать квалифицированную помощь врачи медклиники МГУ, куда уже завезли тысячи экспресс-тестов на коронавирус. Подробнее в материале наших корреспондентов. В Доме Милосердия при Святой Архангела Михайловском женском монастыре находится почти 130 человек. Это тяжелобольные люди, нуждающиеся в постоянной поддержке и опеке. От них отвернулись практически все, и только в Доме Милосердия они получают необходимый уход. Почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов, который привез в монастырь средства индивидуальной защиты, убежден, постояльцам дома необходимо получать квалифицированную медицинскую помощь. И Клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета такую помощь готова предоставить. Сегодня Дому Милосердия Сергей Кивалов передал первую партию средств индивидуальной защиты. Сотни многоразовых медицинских масок, изготовленных высшим профтехучилищем сферы услуг Одесской юрокадемии. В скором времени служители Грама и его подопечные получат новые партии масок. Кроме того, почетный гражданин города и области пообещал провести в монастыре выездное медицинское обследование с обязательным тестированием на коронавирус. Я думаю, что нам нужно организовать уже, я думал, что пригласить вас в студенческую клинику Международного гуманитарного университета для того, чтобы пройти тестирование. Мы закупили 10 тысяч экспресс-тестов, но я думаю, что мы выездное сделаем. Вы должны сказать, что вы хотите там, чтобы прошли тест, там 10, 20, 50, 100 человек. Мы приедем сюда, потому что те, кто находятся у вас в палате, они не смогут доехать домой. Сейчас, когда людей охватывает ужас и паника, ваши действия как раз всех нас успокаивают. Оказывается, у нас есть очень мощный медицинский центр. Действительно, мы видели по телевизору, как там обустраивается помещение, закупается техника в срочном порядке. И мы знаем, что у вас появились и тесты. Мы хотели бы действительно быть под вашим патронатом. Наш Дом Милосердия в этом очень нуждается. Мы вас просим об этом, чтобы ваш медицинский университет действительно помогал подопечным нашему Дому Милосердия. Президент Одесской Юрокадемии и Международного гуманитарного университета уже много лет поддерживает свято-архангела Михайловский женский монастырь и помогал при строительстве Дома Милосердия. Сергей Васильевич, вам огромное спасибо. Я хочу вспомнить, наверное, сама для себя, что вы здесь очень много сделали для того, чтобы Дом Милосердия восстал. И у меня есть архивные кадры, где вы поднимаетесь по деревянным лестницам. Здесь еще ничего этого не было. И мы с вами буквально на вот этих вот камнях, на кирпичах, возле груды строительного материала говорим о будущем. Мечтаем о том, когда этот Дом Милосердия распахнет свои двери. Вот, пожалуйста, теперь он функционирует уже 21 год. Здесь находится более 130 человек. И то, что вы сейчас оказали нам такую помощь, для нас очень важно. Самое важное, что это не лачуга какая-то, а самое важное, что здесь стерильно и чисто. И персонал, я не знаю, где вы, матушка, взяли их. Я не знаю, откуда они пришли, потому что они относятся к своим пациентам, как к своим самым родным. Вот это, наверное, самое главное. Я еще раз благодарен вам за ту организацию, за те работы, которые вы провели и проводите в отношении ухода за тяжело больным. Клиника Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, взявшая под патронат Дом Милосердия, обеспечена необходимым оборудованием, в том числе экспресс-тестами, их 10 тысяч штук, и аппаратами искусственной вентиляции легких. Кроме того, оборудованы палаты интенсивной терапии для оказания высококвалифицированной медицинской помощи всем, кто в этом нуждается. Также со вторника запускается работа колл-центра, который будет действовать на базе юроклиники Одесской юрокадемии. Все одесситы и жители региона смогут обратиться на горячую линию, получить онлайн-консультацию докторов и кандидатов медицинских наук, и в случае необходимости записаться на прием, чтобы пройти комплексное обследование и тест на коронавирус.